Гантем, у тебя есть ещё один вариант? Звёздный экспресс. Если хочешь, можешь уйти с нами. Конечно, блядь, я ради этого родился! Активирую удвоенную скорость для более быстрого боя. Наконец-то да! Боже, что это такое? Каждую серию что-то новое появляется, это ещё не конец. А можно ещё ускорить? Двойная перемотка есть? Тройная перемотка. Чтоб просто перед глазами всё промелькнуло. Прости, я на время приостановила твою активность. Да мне вообще плевать, но я хочу на экспресс, но что-то я пока не иду на экспресс. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть Хонкай Стар Рейл. Но начнём мы, как обычно, с книжечек. Так, что у нас по книгам? Это вот сюда. Так, это мы читали. Смотри, как раз сделаю так, что заставка будет разделять чтение книг и эту, чтобы даже ты мог пролистать. О, заставка была, значит всё дальше можно смотреть. Мне кажется, так будет удобнее. Так, получается, история переписки исследователей. История переписки двух исследователей непосредственно перед нападением на космическую станцию. Стенограмма переписки включена в список вичдоков отдела безопасности. Надеюсь, мы быстро всё это почитаем и тут не так много. История переписки исследователей. На экране устройства сохранена непринуждённая беседа двух исследователей во время работы до нападения на космическую станцию. История уровня 2 из зоны хранения остаётся пропавшим без вести на момент начала расследования отделом безопасности. История уровень 2. Эй, иногда мне и правда хочется уйти. История уровня 4. Теперь опять достаёт тот парень. Я найду его через несколько дней. Некоторые продвинутые исследователи ещё те засранцы. 2. Нет, дело не в одном человеке. Не всё так просто. 4. Они объединились и бойкотируют тебя. Я больше всего ненавижу такие компашки. Это теперь не только тебя касается. Теперь это касается и моих принципов. 2. Нет, это не совсем так. Но у меня действительно закончились идеи. Если я не смогу с этим справиться, меня могут перевести на участок устранения. 4. Мы как братья, так ведь? Если у тебя проблемы, я помогу, даже если мне придётся пойти на некоторые жертвы. 2. Отлично. Я знал, что ты отличаешься от всех других продвинутых исследователей. Всё сводится к нехватке бюджета для проведения исследований. 4. Поверь мне, каждый исследователь, работавший на герте, хоть раз сталкивался с подобной проблемой. Скажу честно, многие молодые исследователи едва ли могут её решить. 4. Но тебе не о чём беспокоиться, потому что я сделаю всё возможное, чтобы помочь. Поделюсь своим опытом, надеюсь, он тебе пригодится. 2. Я внимательно слушаю. 4. Во-первых, самое главное, нам нужно придерживаться главного принципа. Как исследователи, мы не должны объединяться друг против друга. Те, кто ищет против друг друга, это я такое очень редко слышу. Те, кто ищет популярность и те, кто ищет знаний, очень разные люди. Мы должны отвергать внешние убеждения. 4. Во-вторых, бюджет. Как говорится, хороший товар сам себя хвалит. Если ты занимаешься чем-то стоящим, тебе не нужно будет беспокоиться о распределении бюджета. Давай посмотрим на логику распределения средств. Чем больше результатов ты приносишь, тем больше средств получаешь. Так что просто будь результативным и проблема будет решена. 2. Верно. 4. Наконец, как получить результаты начинающего исследователя неизбежно ждет крайне извилистый путь. Поэтому лучший способ облегчить себе жизнь присоединиться к проекту с одной или двумя существующими структурами. Я ведь сказал, я помогу тебе, чем смогу. Так уж получилось, что у меня есть крупный проект, который прошел проверку. 4. Если все получится, деньги будут наименьше из зол. Однако есть еще одна группа искателей славы, которые пытаются лишить меня звания главного исследователя. Меня, естественно, не волнует знания, но я не ожидал, что результаты голосования будут влиять на ход проекта. 4. Я уже отстал в голосовании, но если мы приложим некоторые усилия, у меня все еще может быть шанс. 4. И дальше будет тоже 4. Я пришлю тебе ссылку, она автоматически распознает твой идентификатор, так что не придется входить в систему вручную. То есть тут АУ. Один пропущенный звонок. Все. А, это вот как раз произошло нападение на Герти. Ясно. Фрагмент еженедельного отчета исследования отдела экологии. Листок бумаги, вырванный из еженедельного отчета, который был написан исследователем отдела экологии. Так. Кулачок бумаги из известного источника. Многочисленные разломы бумаги выражают подъем и упадок чувств автора. Система Герта, неделя 118. План на неделю завершить исследование расширения в искусственных условиях для комбинации низкомолекулярных соединений. Прогресс за неделю. Не дается найти подходящие составные материалы. Завершена разработка гипотезы. Вывод за неделю спокойствия. Это можно сделать и в следующий раз. Система Герта, неделя 119. План на неделю сотрудничество с отделом медицины и изучение автоматизированных применений магнитно-управляемой микроструктурной модуляции в регенерации ткани прогресс за неделю 50% в процессе. Вывод за неделю. Я не думал, что Джоанна из отдела медицины сможет сделать все строго по книгам и быть такой эффективной. Я сделал как минимум 5 операционных ошибок на этой неделе. Мне нужно поучиться у Джоанны в следующий раз. Система Герта, 120. Неделя. План на неделю сотрудничество с отделом медицины и изучение автоматизированных применений магнитно-управляемой микроструктурной модуляции в регенерации ткани и и завершение диссертации. Прогресс за неделю 75% работа отдела экологии завершена, работа отдела медицины нулевой прогресс. Вывод за неделю я услышал, что у Джоана какой-то вирус, надеюсь, оно в порядке. Исследование приостановлено. Система гернатедали 121. План на неделю сотрудничества с отделом медицины, изучение автоматизированных, переменение магнитного проблемой, микроструктурной модуляции, регенерации ткани и завершения диссертации. Ух ты ж, нифига. А прогресс за неделю 75% нет прогресса. Ожидание работы отдела медицины. Вывод за неделю это Джоанна, оправдание навалом, просто не хочет работать, ха-ха, тезисы опять отлынивают, ха-ха-ха, мое исследование, мой отчет, мой результат, почему отдел медицины продолжает нанимать таких людей, стыдно, больше никогда не буду с ней работать, система Герта, неделя 122, план на неделю, завершить анализ механизма самонаведения чужеродных клеток внутри организма, прогресс за неделю, понимание процесса самонаведения клеток в новой микросреде, необходимо исследовать базовой структуре и принципам действия, вывод за неделю, на этот раз я по сути приложил усилия, но я не думал, что у Джоанны есть такие связи, где она достала клетки инопланетян, ей осталось немного довести все до ума, так что на этот раз я помогу ей, Джоанна я не так уж и плоха, она конечно очень ленива, но все же добрый человек, очень, очень интересно, книга отзывов о столовой для сотрудников космической станции, форма обратной связи к столовой для сотрудников космической станции Герта, в нем содержатся комментарии, предложения по меню, а также отзывы о смарт работе столовой, блин, у серьезно, это же, это же ерунда, зачем, для чего это, чтобы мы просто, чтобы время потянуть, книга отзывов о столовой для персонала космической станции Герта, вопрос, нам она подает сушеных дождевых червей уже неделю подряд, можно внести немного разнообразия, ответ, на следующей неделе мы будем продавать их со следующими вкусами, томат, кабачок, грейпфрут и так далее, примечание, в связи с дефицитом на складе поставщика, мы будем подавать космический жареный рис через нерегулярные промежутки времени в порядке живой очереди, вопрос, у меня одного началась диарея после употребления синтезированного мяса, ответ, согласно собранным данным, только у вас появились симптомы такого характера, вы можете прийти и попробовать еще раз, мы обязательно сохраним несколько образцов для исследования, вопрос, я хочу баклажаны, хочу горошек, хочу огурец, хочу овощи, ответ, вы можете подать заявку на испытание недавно разработанных вегетарианских таблеток в одном из отделов, примите одну таблетку перед едой, чтобы ощутить вкус и текстуру выбранного вами аромата во время пережевывания любой пищи, известный побочный эффект включает легкое онемение левой ноги и нарушение моторики неизвестного происхождения у некоторых лабораторных крыс, пожалуйста, понаблюдайте за собой после приема для получения дополнительной информации, вопрос, урожай на моем экспериментальном поле постоянно крадут, может ли космическая станция не обеспечить некоторые меры против кража, ответ, вы подписались на функцию собака охранник на острове семян, скопируйте следующий код в свой личный терминал и система автоматически сгенерирует для вас собаку в виде ионизационной сетки для защиты вашего поля, в обычной жизни она также может стать вашим личным помощником, вопрос, не верьте в то, что эта дурацкая собака работает, что за нелепый терминальный помощник, я попросил расшифровать для меня голосовые сообщения собрания и она воспроизвела 12000 гав, ответ, нажав кнопку воспроизведения вы убедитесь, что другая собачка, которая не присутствовала на собрании по принимает записанное содержание, вопрос, когда ИИ сможет управлять обратной связью в столовой, текущий представитель поддержки явно троллит, ответ, извините, ваш вопрос непонятно, не могли бы вы сформулировать свой вопрос по-другому Ну, сегодня прям коротенький и хорошо заходит Записки исследователей, записки исследователей за космической станцией, в которых они вставляют сообщение друг для друга Так, наверное, первую мы читали, я так предполагаю, клавиши между клавишами и на этом терминале неисправны Я прикрепляю записку, чтобы сообщить всем, что в систему персонала уже было подано обращение и ожидается ремонт техника Если будет приходить мимо, обратите внимание, мои исследовательские данные все еще внутри никому не трогать Так, почему бы тебе просто не написать, какие клавиши не работают, потому что они не работают Блядь, это логично Это очень логично Как объяснить клавиши, которые не работают? Никак Они же, блядь, они же, блядь, не работают Сука, точно Охренеть Регистрация атак на терминал обнаружения препятствий Во время атаки легиона антипотерей терминалом обнаружения препятствий космической станции Герта велась запись ошибок После завершения атаки исследователь Авраам тайно оставил здесь свои записи Так, это последнее, я предполагаю Здесь записываются все текущие атаки на космическую станцию Записи атаки Запись 237 Ионизационная решетка на внешней поверхности аварийной капсулы Процарапана обломками, автоматический ремонт системой обратной связи не требуется 238 При сканировании радаром обнаружены аномальные полосы волн вдоль маршрута патрулирования 18 зона от проживания Передана в отдел безопасности 238 Обратная связь Отдел безопасности подтвердил, что диапазон волн нормальный И определил, что неравномерность вызвана экспериментами над диковинами 241 Базовая зона Балансированная камера безопасности и защиты Нерегулярная работа вентилятора При достижении скорости воздушного потока 140% От заданного значения Передана в отдел безопасности Запись 241 Обратная связь Базовая зона Балансированная камера безопасности и защиты Стабильность вентилятора ниже оптимальной Работы приостановлены на всей космической станции Он сильно дует, только когда перед ним стоит исследователь А в остальных случаях воздух становится мягким Авраам Конструкция этого вентилятора Провал всей космической станции Дует только на своих А как появляется враг, то лишь поглаживает его легким ветерком Запись 243 Аномальный диапазон Волна обнаружен при сканировании радаром Вдоль маршрута патрулирования 42 Базовая зона передана на отдел безопасности Авраам Катастрофа Это начало катастрофы 42 Несчастливое число Если бы мы тогда включили отталкивающий мост Мы бы потеряли столько жизней Что я делаю? Я выдвигаю гипотезу или просто фантазирую? Кстати, вот это 42 Это говорили мне в чате Ой, в чате В комментариях писали, что это отсылка К фильму автостопом по галактике Возможно, это тоже она же Это отсылка Запись 244 При сканировании радаром обнаружен аномальный диапазон Волна вдоль маршрута патрулирования 19 Зона охранения передан на отдел безопасности Запись 245 При сканировании радаром обнаружен аномальный диапазон Волна вдоль маршрута патрулирования 2 Главная контрольная зона передан на отдел безопасности Приоритет изменен на высокий Запись 246 Внимание сообщить базов зона обнулина автоматический ремонт не наступен система автоматически отправила сообщение перед открытием отталкивающего моста запись 243 обратная связь представители отдела безопасности прибыли в базовую зону авра молодые люди должно быть полагают эта ошибка работает брандмауэра как кто бы мог представить такое нашествие саранчи ах число 243 это конец их жизни и начало катастрофы запись 248 внимание внешней силы пытается отключить брандмауэр за уровень защиты системы повышен до подготовка к атаке запись 249 внимание базовую зону нас еще время находится под атакой неизвестных внешних сил двери из сплава космического лифта погнута запись 250 включен режим полной защиты всем сотрудникам настоятельно рекомендуем искать убежище авраам ведущий исследователь проводит первоклассные кардин координирования она действительно пытается контролировать негативные последствия катастрофы иногда я представляю если бы я стал одним из тех кто не смог добраться до безопасного места эти звери могли бы меня просто раздавить если бы это случилось кто-нибудь вспомнил бы обо мне запись не фигаут запись перескочила 125 98 базовая зона снаружи экспериментальной лаборатории 72 обнаружен проход авраам но простых слова обрушенный проход запись номер 135 299 базовая зона помещение каталог каталогизации коллекции 98 внешнее энергосомжение отключено и задействовано резервное копирование запись 42 854 7 волна атаки легион антиматерия полностью отключен источник питания в зоне хранения которые помещения закрыты из-за короткого замыкания запись номер 142 855 на 7 волна атаки легион антиматерии повреден космический лифт база зоне взрыв у входа запись номер 142 856 7 волна атаки легион антиматерии пожар в помещении привыкли для утилизации отходов 24 базовой зоны никаких признаков жизни не обнаружено протокол прожар отушения включенного рам запись номер 142 857 должна идти после записи номер 142 856 каждый за тиканье терминала обнаружения препятствий зачатка нет чьих-то жизни может быть я следующий насколько времени я еще протянул войн миндэ вот команды приостановить доступ к ворама к записям атак терминала обнаружения препятствий окей теперь можно опустить заставочку так теперь давай быстренько просмотрим что нам тут опять предлагают это это какие-то обновления и на них уже золотые билетики пока я к ним не готов зато можно делать прыжок давай сразу сделаем прыжок да у нас же есть 14 да давай сделаем сразу прыжок не буду перематывать мне нравится просто понимаешь когда они друг за дружком нам показываются а если перемотать то они так не будут отображаться все наши штуки которым получил я пела плясала так а со зубучие вот видишь этот прикольно если бы перемотать до этого момента было бы удобно она просто мне полностью показывает и я не хочу просто тыкать в каждую смотреть серво еще одна у тебя же мы можем ее и до эдалон мы можем и прокачать сразу нифига себе пустота белый плод класс сразу 2 далее нифига себе да что я жесткий такой или мне так везет персонажи давай сразу посмотрим персонажи предлагают мне видимо до разу эдалон эхо камера базовая атака наносит случайному противнику рядом с целью электрический урон равный 60 процентов трона базовой атаки а это это именно просто к базовой атаке она будет мощно она будет им она будет именно мощнее окей она у нас в отряде же до отряд у нас же сервал тервал ну и нифига она все нам мощно наверное а что у нас там дальше а что не так что еще я забыл сделать а световой конус а это пела плясала сейчас я ей дадим ей конус какой тебе конус давай вот это дадим так получается после использования навыка следующего атака в результате противнику доп урона равной 60 процентов от силы атаки владельца на не быть и может найти нас но скорее всего нет экипировать и давай сразу ее усилим наложить авто добавление наложить но после использования навыка следующая базовая атака владельца наносит противнику доп урон рано 90 процентов от сил атаки владельца тоже в целом неплохо а какая у нее интересно атака чего подожди это это же мы конусом да где она тело таки 88 да ну не у меня нормально меня только вот она слабенькая но она замораживает остальные может тоже делать хорошие журнал зданий сюда по конец получить а мы все получили а за что их дают за то что просто каждый день заходи получай прям раздача щедрая это еще рано тут можно в это принять участие я не хочу принимать участие это миссии завершать надо а это вот мы герту получили это все по сюжету видимо нам дадут испытание начинать не буду и тут мы все взяли что еще осталось еще какие-то сообщения блин так что это описание версии 16 внец смертной и божественным уже доступно посмотрите описание не поделись им получить кредиты доврядно гениально смертной божественного пока золотого века проходит создание вечная борьба лишь миг abs полная абсурда в период 15 декабря по 3 января зайдите на страницу поделитесь информации чтобы получить кредиты тоже неплохо так все идем получаем я чуть не понял что нужно сделать чтобы получить 20000 кстати если поймешь то пиши я не против их получить звездное торжество особо благодарность 1 проход смотря ваш поддержки при по проходит игра хонка старел по человеку лучше мобильная игра диджей а я разве ты не получал что такое уже было все можем идти да что такое еще сообщение а у получил все можешь не писать отбой просто мошка ведь комментарий оставить хороший хороший понял хорошие очень заряжают комментарии так ну у нас задание с герты на тебе и нам на все отвечала нет в проекте виртуальной вселенной какие-то сомнения как она поможет разгадать тайной ионов туша этого не было я о проще говоря она смоделирует ионов а мы сможем затем вопросы общество гене задействовала для этого много ресурсов по изменений на который мы моделируем связано состоящим можно сказать что мы создали маниатюрных ионов на ненаделенных силой не такого не помню конечно не так просто если копнуть глубже это просто это проект столкнулся с массой проблем и дела идут не очень говоришь есть другие партнеры до 4 члена общества и совместно запустили этот проект жанимой жуань мэй мастер в области создания она возрастила протометра для виртуальных вонов также здесь на механический аристократ скрюлум он отвечает за написание основной логики программы и галактические расчеты я герта представляю площадку персонал ресурсы несколько интересных систем а еще стивен о он хочет сохранить это в секрете так что забудь о нем зачем я тебе но потому что ты особенный в твоем теле из таларон и пока ты идешь по пути освоения на на нук наблюдает за тобой поэтому ионы скорее признают тебя тебе нужно знать что у воинов нет свободы воли и они не думают ни о чем кроме своего пути так что когда мы задавали вопросы они не обращали никакого внимания даже когда скрюлум сделал имитацию личности каждого иона и увеличил параметры социальности мы решили попробовать другой способ собой а виртуальной вселенной какие-то сомнения что она моделирует по замыслу скрюлума сейчас моделирована вся вселенная пока с терминала доступна только часть локаций этого достаточно скрюлум любит создавать огромные бесполезные штуки в его распоряжении целая планета поэтому просто пространственные ограничения его не заботят а зачем были созданы сражения потому что сражение лучше способ раскрыть свой путь только через связь с путем мы можем призвать созданного нами виртуального иона хотя способности у этих ребят никаких но проблемы не доставляют как настоящий боги она будет читать мои мысли конечно для твоей же безопасности я хочу убедиться что все что-то видишь под контролем не хочу чтобы виртуальная вселенной свела тебе с ума у меня остались вопросы о вознаграждении виртуальной вселенной я знал что ты собираешься спросить об этом давай а что я получу за испытание виртуальной вселенной информацию которую ты получил получишь виртуальной ави виртуальных онов принадлежит тебе разве этого недостаточно ты знаешь что на год что на что Готовы пойти некоторые, чтобы хоть глазком увидеть А даже вот это было Мне казалось, награду можно будет в карман положить Это тоже было Я хочу дать тебе больше существенное Ты так что форма может быть не такой, как ты себе представляешь Вот это я помню То есть Что-то, чего-то не было А что-то было Так, идем, значит Ну слушай, я уже Достаточно понимать, что Мы, если попадем На поезд Мой долгожданный То это будет, это так называемое обновление герты Совсем ни на что Совсем ни на что не влияет А я могу что-то получать, нет? Да, нихрян, март Я понимаю, что Мы дойдем, если не в этой серии Может в следующий И то не факт, что в следующий А, так, ускоряй Она ускорена Ускоряй Ну что, хочется попасть на поезд Но понимаешь, мы и так будем долго-долго до него идти Но даже другие выполняют задания, понимаешь? Нельзя их не выполнять Правильно же Правильно Мы же должны Получать другие награды О других людях узнавать Так, о, даже кто-то сразу появился Пули, снова произошло нечто странное По вашей степени пробежал холодок Перед вы глазами начал углубиться туман Из которого соткалась уже знакомая Картина Соткалась? Соткалась? Не, соткалась На этот раз он был еще ближе От его фигуры веяло невероятной мощью Перед вами возник пули И он памяти Он парил в воздухе, наклонив голову вперед Он что, смотрит на вас? Но вы до конца не уверены, где именно у него глаза Вы собираете волю в кулак, чтобы сохранить спокойствие И выполнить задание и поговорить с ним Вот это да, какая встреча Как ты контролируешь мой разум? Давай спросим Хаос превращается во время В конце концов, ты выполнишь свой долг Объем более непропорциональный Шаги стали меньше На расстоянии метра от всего остального Будь осторожней Поезд Эллио движется вперед Молоденец падает на землю Опухоль распространяется Отвечает вам он Ваше лицо застывает А волоски на шее встают дыбом Зачем он тут Затем он тут же отстраняется И вы с облегчением выдыхаете Герта Вы сразу уже слышите голос Герты Ты снова встретился с Фулин Молодец Следующие испытания мы никогда не могли добиться от него ответа Похоже Похоже она смогла справиться С волнением В ее голосе вернулись нотки механической отстраненности Ты все еще наблюдаешь за мной? А что именно ты обновила? Давай спросим А что значит обновила по-твоему? Новые версии видеоигры? Милые медальки? Каждый месяц полтора? Не до Нервно отозвалась Герта Это же целая микровселенная Если бы все изменения можно было увидеть сразу То мы бы не тратили столько времени на развитие вселенной Давай я просто построю Давай я просто построю садик в твоем экспрессе Да ты мне экспресс построй Я сяду в него Хотя бы Хотя бы увижу его Герта Тяжело вздохнув Она продолжает Дальше по коридору есть загрузчик Используй его Чтобы расширить отряд Твой мозг постепенно адаптируется к виртуальной вселенной И скоро будет разблокирована память Для большего количества игроков Ладно Пошевеливайся Вступай вперед И выбери свое благословение Благословение памяти Проявляется вальдум Который усиливает эффект замораживания И повышает усиление Чего? Так получается Краткое описание Нам смотреть не нужно А оно врет Оно очень не Нехорошее Короче После атаки Если впервые забоят Текущее значение HP Выбранного противника Ниже 50% От максимальной HP То возникает базовый шанс 100% наложить статус заморозка Неплохо В начале боя существует Базовый шанс 150% наложить на всех противников Статус заморозка И понизить их скорость На 30% на 1 ход После пробития уязвимости Противников Имеет базовый шанс 100% вызвать распад На 1 ход Это эффект игнорирует Игнорирует шанс противника Избежать статуса заморозка Ну сушь Вот 3 дают В целом Ну что тут выбирать Надо брать самый Блять Где много звезд Возможно мы все-таки Так У нас что по жизни Возьмем жизни А Я думал нам в центр надо Но тут Ой Сейчас Я быстрей Я быстрей У меня знаешь Что только единственное Раздражает Что тут прям Очень много Приходится именно читать Вот сейчас Что в прошлой серии Мы тут много чего делали И В этой серии Если мы будем вот так Еще раз Возможно будем проходить Вот эту виртуальную вселенную Будут дополнительные задания То мы будем просто Очень много читать Если тебя это не напрягает То ты тоже мне об этом скажи Потому что я переживаю Что не интересно Вот это все может быть Слушать столько читанины Не книг А именно вот как там Эонов встречаем Там очень много текста Вот за это я просто переживаю Так Высший опыт Невосприимчивость После расснятия статуса Распад С противника Существует Базовый шанс 75% Наложить на него Статус Заморозка Один ход Шанс попадания эффектов Шанс попадания эффектов Персонажа Повышается на 24% Повышается урон Получаемый Замороженным Противниками Повышает урон Получаемый Замороженными Противниками На 24% То есть Они меня будут сильнее бить Это что за бред Я вот это возьму А ну Синенькая Я люблю синенькая О А мне эта штука нужна Терминал загрузки Ну же попробуй Я не то не нажимаю Так Загрузчик Смотри Слева виртуальные друзья В твоем сознании А члены отряда Уже загружаются В загруженную систему Справа Возьми меня с собой И в отряде Нас будет четверо Количество человек Также усиливает эффект Благословения памяти Отлично Берем Подтвердить Рекомендуемый уровень отряда Боссы Что за босс Огонь из космоса Такого еще не было Это непонятная форма жизни Растущая Во фрагментуме Созданном Сталароном Питается Энергией этого мира Пылающий огонь из ядра Звезды горят на его броне Бои огонь Из космоса Испепелит Все к чему Прикоснется Круто Красиво Пошли Все Не теряем время Тут много читанина у нас И нам нужно Много-много чего Сделать Загрузчик Новые персонажи Могут быть добавлены В текущем исследовании С помощью загрузчика Один загрузчик Может добавить Только одного персонажа Будьте внимательны Ага То есть Теперь он не работает Да Он теперь не работает И тут больше ничего нет Да Окей Бежим Я тебя Ой Ой Подожди 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 А я А что Герта делать Я не посмотрел Ах ты сука Ладно Вот так Я хотел посмотреть Что можно Герте сделать По вот этой Вот если Е нажать К способности Я что-то не успел глянуть А от него бегать Уже как-то не очень удобно Ну хотя бы Есть перемотка Мы можем Действительно Сконцентрироваться На этой О Даже можно посмотреть Как Герта дерется Дерется Но пока я Что-то Я пропустил Пока говорил И я на нее Не обратил внимания Совсем Блин Вообще Мы их рубим Вообще В капусту После наложения Статуса заморозка На выбранного противника Дает щит Который Может подогнать Урон Раны 24% От его максимальной HP на 3 хода При заморозке Противника восстановится 12 единиц энергии Персонажа Это что При заморозке Противника Аффект может быть Активирован Один раз За действие Это за бой Имеется ввиду При атаке На выбранном противнику Пять раз Существует Базовый шанс 150% Наложить на него Статус заморозка Эффект длится Один ход Вот Еще Объясни мне Пожалуйста Вот это Вот Влияет Только на Виртуальную Штуку Всю Или И без Виртуальной Это все Я беру на себя Просто что Я Немножко Переживаю Ну не зря Три звезды Показал Ну не зря Три звезды Значит Что-то хорошее Я По такой Логике Действую Чтобы продлить Время сеанса Система разделила Пространство на зоны Отправляйся в следующую зону Тогда можно попасть С помощью телепорта А я не мог просто Пробежать А Ну мы же должны Мы же должны Со всеми Сразиться Зона битвы Откройте карту О Тут прям Карту можно открыть Это твоя карта На первой вкладке Ты найдешь записи О прохождении Своего маршрута На второй вкладке Записываются Полученные Тобой Благословения Нажмите Чтобы посмотреть Список благословений Вот сюда нажать Куда нажать А сюда Полезна ли Эта маленькая функция Да как бы Не особо Я это все читал В целом Я ж не зря Это все Убрал Правильно Так Теперь нам Так Теперь нам Куда Куда Много всего Что Это нормально Опа Я контейнер А я прикинь Вообще Бегу туда Куда нельзя бежать Когда бы все Было закрыто А почему Тут все Открыто А куда я бегу Я что-то возьму Нет А зачем Почему вы не закрыли Мне это На китера Это можно делать Вы же понимаете Что это бред Я просто потратил Время Это же Охренеть И тут действительно Ничего не будет Я просто бегаю Туда-сюда А тут я не помню Чтобы мы были Пойдем Значит дальше Возвращаемся Обратно Просто меня Очень смутило Что я прошел Сквозь текстуры И в этом В порядке Вещей Но я же тут Не пройду Главное Сквозь текстуру Прохожу Возможно Это баг Возможно Я предполагаю Что это Так и есть Смотри Если я буду Смущать Склейки Которые я буду Делать Ты на них Особо не обращай Внимания Это я Экспериментировал С графикой Сейчас будем смотреть Просто насколько Насколько Все будет Не лагать Потому что сейчас Вроде настроено Более-менее Оптимально Оу Красиво А можно не так быстро Я бы посмотрел Это покороче А так-то Ничего выглядело Потому что Я настроил Максимально Которое Допустимо Для Моего аппарата Вроде Все хорошо Насколько Я это вижу Я вот Чего не пойму Их так много Ну Мне это Вот Кто мне писал Много человек Мне писали Что Скоро будет Перемотка Я до сих пор Не могу привыкнуть К тому Как это удобно Как это хорошо Виртуальная вселенная Противники падают На землю И вы не можете Сдержаться Сдержать радости Вы гений В этом Нет сомнений Ваша сосредоточенность Начинает ослабевать Вы обожаете Железь каждого Листочка И упиваетесь Разрушительной силой Безограничных мыслей Пока до вас Не доходит Это вовсе не вы Герта Плохо дело Он уже здесь Что такое Кто Ух ты Прикольно Так Аха Акивили Акивили Раздался безумный смех Как же давно Мы не виделись Я так по тебе соскучился У вас волосы стоят дыбом Так ликовать Могут лишь безумцы Он предстает перед вами Без головы И с маской в руках Он машет вам рукой И начинает окружиться На месте В смахе руками Со скрученными пальцами У себя над головой Его поза напоминает Гротескную Гротескную Скульптуру У меня так грустно Его голос Внезапно Переполняет печаль Почему ты погиб Он схлипнул от боли И на вашу руку Начали капать его Гру Крупные слезы Он показал Что вы и правда Умерли Так уже Так давно Ты так уже Ты уже так давно Про Фу блять Да что такое Сейчас Секунду Сконцентрируюсь Ты уже так давно Падаешь Что вселенная Растеряла Всяческий порядок Он хлопнул в ладоши А затем Начался полнейший хаос Это то чего я хочу Я так сильно хочу Тебя обнять Но К несчастью Я просто обычное Уравнение на компьютере О а ведь это классно Почесал он голову Опять этот гад Все понял Придется снова Просить скрюллума Отредактировать данные Я хочу перед тобой Извиниться Я больше года Ждал в засаде На борту твоего поезда Чтобы взорвать его Вместе с твоими Последователями Безымянными Не удалось удержаться Прости Он проложил руку Себя на грудь И мрачно поклонился Это ничтожество Все еще притворяется Он уже давно понял Что ты не Аки Вилли Ты Аки Вилли Жив и невредим Какой интересный противник Поиграй со мной Еще Я так этого хочу Стань сильнее И одолей меня Он топнул ногой И исчез Вы судорожно вздохнулись Бегая от своего мучителя Аха Эон радости Осуждающая Проговорила Герта Наверное Он самый неусловимый Из всех Кто встречается в игре Этот парень Очень шумный И опасный В следующий раз Придержи коней И попробуй его Разговорить Спасибо тебе за работу А че все Мы закончили Благострение радости Любит преподносить Сюрпризы Которые могут подойти Персонажам Совершающим бонус атаки Когда персонаж Наносит урон Противнику По помощи бонус атаки Скорость восстановления энергии Персонажа повышается На 36% За каждого противника Пораженного бонус атака Персонажа Он наносит Всем пораженным противникам Дополнительный урон Равный 36% От своей силы атаки Один раз Повышает экритический шанс Бонус атаки Персонажа на 30% Ну берем вот это Особо долго не думаем А я думал Мы все закончили Подожди Что делает Герта А у меня все равно Нету этих штук А у нее молоточек Берем значит ее И вот так Оп Быстренько Это все пропускаем Потому что у нас Вся серия походу Уйдет чисто на То чтобы мы Прошли вот этот Виртуальную Реальность Я тебе говорю Нам таким темпом Вообще не особо светит В ближайшее время Экспресс И вот С одной стороны Мне вот интересно А как То есть мы Когда с Герты Уйдем Мы будем путешествовать На экспрессе В разные места Или все будет Упираться В действие На экспрессе Вот мне очень Это интересно Ну давайте Его быстрее убивайте Я что тут Сижу просто так жду Так еще Четанина Нет не Четанина Использование Бонус атаки Присаживаю 15% При таке Противников С основством Заморозка Есть базовый шанс Вызвать Распад На один ход Неплохо При нанесении Ледяного урона На выбранному Противнику Остальные противники Также получат урон Раны 6% От изначального Урона Полученного Урона Противника Давай вот это Возьмем Она Три звезды Мне до пизды Там три звезды Как говорится Все Пойдем сюда А Карту Это не карта Это херня Какая Где карта А То есть Следующая Зона Босса Вот походу Мы с тобой Босса Убьем И все И пиздец Вот Вся Серье Будет Об этом Ой Подожди О Прям Прям Вот В голову Попал Ты видел Прям в голову Ай Пигачьте их Но я думаю Что с боссом Все таки Нам придется Сражаться Сражаться Самим И больше Всего Меня что Смущает Что Когда ты Не участвуешь В сражениях То есть Мы Вспоминай Уже В конце Прошлой серии Не участвовали В сражениях Все делали За нас И тут Сейчас Тоже Вместо Нас Все делает Компьютер А когда настанет Пора драться С боссом Это все И ты опять Сидишь И думаешь Ебать Че нажимать Кого бить Потому что Точно на боссе Не дадут нам Это сделать Так Что дальше При атаке По противнику Со статусом Распад Снимает О Урон Раны Двух Там О Все Берем Остальные Даже Не читаем Я верю Что это Самое Мощное Что тут Есть Все К боссу Идем Зона Босса Ого Вон он Кстати А и ты И ты Нас Почему Ты Не Не Смотришь На Нас Почему Ты Нас Не Смотришь Огонь Из Космоса А Зет Я могу Тебе Почитать Заранее Это Что От Роде Пламени У тебя Там Они Будут Кристаллизованный Элемент С простейшим Интеллектом Он Дрейфует Во Фрагмент Уме В виде Птицы Испускающей Стильное Тепловое Излучение И сжигающей Все На Своем Пути Ага Давай Все Тут Будет Отключено Мне Ну Фигачьте Сами Видишь Я тебе говорю Офигенная Логика Бьешь Сначала Мелких Чтоб Они Тебе Не Мешались Даже Компьютер Это Понимает Это Же Норм Сука Не Дай Бог Я Умру Я Больше Тогда Не Буду Такого Себе Позволять Вы Должны Его Победить Что За Дела Сейчас Гантэ Умрет Вы Что Творите Ну Все Пиздец Она Должна Всех Лечить Молодец Блин Ну Действительно Компьютер Соображает Но Босс Сильный Я Удивлен Почему Это Гирта Мощная Какая Она Сняла Почти Все Я В шоке Время Покинуть Виртуальную Вселенную Ага Отлично На Сегодня Все Я Поговорила С парочкой Моих Спонсоров И мы Решили Еще Раз Удвоить Наши Усилия Еще Раз Ты Сможешь Сыграть В официальную Версию Виртуальной Вселенной Когда ты Успела Поговорить Какие Фокусы Ждут Меня На Этот Раз Давай Вот так Спросим Внедрено Новое Полное Обновление Отмечает Герта Скруллама И Жуань Мэй Это Особо Не трогает А вот Стивен Не На Шутку Разволновался Похоже Он Всерьез Считает Что Мы Тут Игру Разрабатываем Что Происходит А Это Я Вернулся Обратно Виртуальная Вселенная Будет На Некоторое Время Закрыта Мы Хотим Всесторонне Оценить И Придумать Что Делать С Ах Ты Будешь Играть В Официальную Вертуальной Вселенной А Тестовая Версия Будет Закрыта Как Жаль Мне Только Начало Нравиться Нет Прям Мне Не Очень Интересно А Что С Ах И Давай Так Спросим Радость Странный Эвон Он Одновременно Находится В Замешательстве И Мыслит Абсолютно Ясно А Еще Он Менее Упрям Чем Остальные Ионы Ах Они Скован Никакими Концепциями Видит Истинную Природу Виртуальной Вселенной Можешь Ити Я Сообщу Тебе Когда Буду Готова Погоди У меня Еще Есть Вопросы Какие У тебя Еще Могут Вопросы Ведь Ионы Правда Только Симуляция А Тебе Тоже Впечатляет Виртуальные Ионы Совсем Не Похожи На Какой Нибудь Старый И Мы С Жуан И Придумали Соединение Виртуальных Ионов С Настоящими Путями Ионы Виртуальной Вселенной Работают По Принципу Терминала А Божественность И Мудрость Черпают Из Настоящих Ионов А Иначе Какая Нам Польза От Получения Данных Ты Придумала Что Нам Делать С Ах Мы Со Скрыллом Прошли Пришли К Общему Выводу Во Первых Он Попытается Уменьшить Предстрастность Симуляции Ахи Даже Если Придется Полностью Заблокировать Самосознание Иона Но Это Очень Опасно Может Привлечь Настоящую Радость Если Мы Поймем Что Существить Этот План Не Получится Оставим Аху В покое Но Изолируем Его От Остальных Виртуальных Ионов О Ком Стивене Ты Все Время Говоришь О Это Четвертый Партнер Номер 84 Стивен Чудак Ллойд Гений Он Расстраивает Но Расстраивает Свой Талант Попусту Торчит В магазине Приемного Отца Он Фруктами Торгует Его Не Увлекает Даже Такой Грандиозный Проект Как Виртуальная Вселенная Стивен Сделал Нам Одолжение И Попросил Не Раскрывать Его Личность Не Хотел Большой Огласки Может Некоторые Гении Жалеют О Своей Гениальности Так В следующий раз Меня Придется Умолять Хорошо До Встречи Герта Ну Не Будем Настолько К тому К тому же Разве Люди Не Любят Коллекционировать Предметы Чего Офис Герты Все Мы с тобой Больше Не должны Говорить Что Случилось Сомнение Блин А почему Это Не Запоминается Что Я Это Все Спрашиваю Это Ж Ну Это Ж Глупости Это Ж Какая Ерунда У тебя Я Просто Не Понимаю Почему Она Заставляет Нас Все Заново Перечитывать Весь Диалог Справчик Злини Благословение Диковины Ионы Виртуальной Вселенной Собраны В реестры Реестр Вонов Содержит Секретную Информацию Которую Я Раздобыла В Реестре Благословения Можно Посмотреть Полученные Благословения Так Что До Реестр Диковин Продолжай Исследовать Миры Реестр Может Открыться В любой Момент И что Нам О нем Типа Почитать Журнал Разработчиков 1 Связанная Запись Сохранения Клипот Иона Сохранения Старейший Из известных Ионов Во вселенной Наряду С Арабосом Араборос Ионом Ненасытности Когда-то Я очень Интересовалась Клипотом Но так Как Первые Две Сотни Нитарных Р Были Почти Пустыми Что за Чувство Этот Гигантский Камень Янтарь Откуда Он Появился Как Он Стал Ионом И почему Он Без устали Возводит Стену Вокруг Него Много Вопросов Но Ответов Нигде Нет Кмм Делает Слишком Хорошую Работу По Сохранению Информации О клепоте В секрете Эти люди Считают Повелителя Янтаря Единственным Истинным Богом И не допускают Даже Малейшего Нарушения По Отношению К Ону Не Получила Никакой Полезной Информации От Кмм Напротив Гильдия Эрудитов Гораздо Меньше Уважает Сохранение Тут Больше Ничего Нет У тебя Что Связанная Запись Память Во вселенной Много Загадочных Онов И Толя С Неразличимыми Чертами Лица И В диадеме Завесой Из Жемчуга Закрывающей Лицо Кстати Прикольно Так Повеление Фули Всегда Сигнализует О том Что Вот Вот Должно Произойти Важное Событие Но Я думаю Что Возможно Следует Поменять Местами Причину И Следствие Возможно Фули Появляется Только Для Того Чтобы Записать Это Событие Во Вселенскую память Третий Пошел Аха Я Даже Хочу Песенку Включить Аха Ведь Поет Связанная Запись Радость Радость Серьезна Я не испытываю Радости Когда Думаю Об Ахе Лишь Хаос Ни один Другой И он Не доставляет Столько Головной Боли Сколько Аха У Иона Ахи Нет Чувства Самосознания Он Совершенно Непредсказуем Делает Все По Прихоти Играет Смертными И вселенной Как на подскрипке Согласно Записям Бедного Старого Элиаса Саласа Аха Однажды Превратил Благородного Червя В своего Эмманатора И наделил Его Бескрайним Интеллектом Чтобы Просто Чтобы Посмотреть Смогут Ли благородные Черви Войти В общество Гениев Не смогли Для этого Бессмысленного Эксперимента Радость Отдал Всю Силу Всю Силу Своему Пути Червю У которого Даже Мозг Был Неразвит А затем Просто Избавился От этого Существа Как только Оно Изжило Своё Предназначение Без Благословения Эона Червь Умер Мгновенно И трагически Я не знаю Почему Элиаса Записал Это В таких Подробностях Может быть Его это Шокировало Благословения Но тут Куча Благословений В целом Что нам Их читать Правильно О Подарочек Получить А Тупо За благословения Нам дают Да Нормально Это В целом Неплохо И что У нас Дальше Впрочем Виртуальной Вселенной Смотрим Благословения Диковина Иоанна Виртуальной Вселенной Собраны В справочнике Отлично Что У нас По Заданиям Это Где Сюда Нажимать О Супер Что Нужно Покиньте Офис Герты Сейчас Покинем Я надеюсь Мы бежим На экспресс Слушай Что В этой серии Мы попадем На экспресс Слушай Ну я думаю Что Вот мы Добежим Куда нам Нужно И На этом В целом Закончим Используйте На зоны Поддержки Выберите Пространственный Якорь Для Мгновенной Телепортации В нужное Местоположение Ааа Это якорь Делает Пусть Здесь И короткая Остановка Но есть Люди Которые Отправляются Отсюда В межзвездное Путешествие Это Перрон А Мы Прям Че В перрон Да Ладно Там Что-то Было Сука Там Что-то Было То есть Я могу Перемещать Так Подожди 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 Вот это Что Такое Ой Красиво Нифига Себе Чертеж Главная Контрольная Зона Зона Поддержки Зона Хранения Базовая Зона Но я Типа Вот здесь Он Мне Показывает Да Для Чего Это Это Можно Использить Гертариум Для Обмена Чего Что Это Такое Сотрудник Во внутреннем Закупке Внутренняя Система Координации Закупок Для Сотрудников Космической Станции Управляемая Корпорацией Междузорного Мира На Стоит Время Они Принимают Только Гертариум В качестве Оплаты За Что Систему Прозвали План По Переработке Гертариум Награды Это Что Такое Офис Герты Что Это Такое Можно Использить Гертариум Для А давай Сюда Переместимся Телепорт Сейчас Подожди Мы же Улетим Отсюда Вон Стоит Орлан Привет Магазин В игровом Мире В каждом Мире Есть свой Магазин Исследуйте Мир Чтобы получить Уникальную Для этого Мира Валюту Используя Ее Вы можете Получить Рецепты Реликвии Необходимые Материалы Потратив Определенное Количество Валюты Вы получите Дополнительные Награды Так У нас еще И сообщения И еще Что-то Пространственный Якорь 2 Пространственный Якорь Позовет вам Телепортироваться В различные Зоны Это же Удобно Это же Вообще Офигеть Это Нифига себе Это Невероятно Ты еще На герте Да И на герте Привет Это я Запросил Твою Контактную Информацию Не получив На то Согласие Ты еще На герте Конечно Мы еще С тобой Конечно Ведь мы С тобой Еще Не попроще А вы Не будете Мне записывать До конца Я уже Спел Ехать За 39 Звезд Это Из-за того Какого У тебя Ко мне Не попрощались Ну Будем Такие Типа Братаны На станции Проводится Проект Возрождения Если Есть Время Надеюсь Ты Придешь И Поможешь Сука Нет Экспресс Подожди О нет Если Я отправлю Сообщение Еще Раз У меня Не хватит Кредитов На месяц Это Последнее Поторопись Я жду Тебя Дорога Возрождения Смотрите Орланы И послушайте Отголоски Звездного Эхо Космической Станции Наступление Легиона На время Прекратилось Бескрайние Галактики Все еще Слышны Отзвуки Герты Общими Усилиями Асты Других Иссет Или Драгоценная Космическая Станция Растет И набирает Новых Людей Для Проекта Возрождения Орлан Считает Что Вы Самый Подходящий Кандидат Слушай Ну Вообще Я И себя Дразню Этим Экспрессом И тебя Видимо Тоже Дразню Экспрессом Вот Видишь Это Торгаш А Есть Вид От Первого Лица Нет Как Мне На Ходьба Бег И Что Ты Делаешь Позволь Мне Проверить Все К тебе Совещание По отчету О ходе Исследования Отменено В последнюю минуту Критерии оценки Эффективности Находятся На рассмотрении Хорошо Все в порядке Сейчас самое подходящее Время для научных Исследований М Кажется Мы еще Не Встречались Нас вела судьба Особенно в то время Когда у нас появилась Минутка без работы Ты Не выглядишь Очень занятым Разве тебе Не нужно работать Давай вот так Спросим А что значит Работать Здесь за лабораторным Солом Посвящая все время Каким-то смутным данным Или продолжать Думать о том Как выступить С незаурядной Речью на дистанции Да что Господи Что ж я так Все путаю А поверхностные действия Ничего не значат Если ум не в рабочем режиме Так в чем же Отличие от рассеянности Соответственно Думать о работе Пока отдыхаешь Это настоящая преданность Своему делу Смекаешь А то что Джек Воробей У меня есть еще вопросы Тебе Ты смахиваешь на кого-то Искай ММ Что такое КММ КММ Позволит тебе напомнить Что я следователь отдела Исследователь второго уровня Я занимаюсь системой Внутренних покупок Для экипажа Космической станции Что ж Нет ответа для достойных Всем известно Насколько я популярен В отделе прикладных искусств Поэтому чрезвычайно Важной задачей Переговоров С КММ Занимаюсь Именно я Система внутренних покупок Что это Ты попал по адресу Это моя специальность Как ясно из названия Это система торговли Разрабатываемая По субподряду С КММ И доступна только Экипажу космической станции В ней можно раздобыть Много полезного и интересного Особенно если ты занимаешься Исследованиями Вот только Единственная валюта Которую она принимает Это гертрариумы Эксклюзивный поставщик Если понимаешь О чем я В общем Эта система создана Чтобы было куда сливать Гертрариумы Правильно будет Гертрариумы Еще к этому слову Надо привыкнуть Об этом Нельзя никому Рассказывать Что за исследования Ты обычно проводишь Пожалуйста Не мог бы ты Перестать говорить О работе во время перерыва Что Ты уверяешь Утверждаешь Что это Тоже рабочее время Какое упрямство Как ты думаешь Рабочее и нерабочее время Определяется расписанием При таких темпах Ты наживешь себе Лысину еще до 30 Если хочешь Говорить только на научные темы Подойди к любому исследователю Не порти мне радость Безделия Беседа Это еще и способ отдыха Приходи пополтай Если тебе интересно Я буду очень рад Поговорить о чем угодно Но только не об исследованиях Ну так я хочу с тобой поговорить Мы снова встретились Так давай А что тогда у тебя есть на продажу В магазине В магазинах В игровом мире Вы можете привезти товары За соответствующую Мировую валюту Любые покупки Учитываются В общих расходах Цели общих расходов И награды Можно посмотреть Просмотреть здесь Потрати гиртрариумы Короче Очень много нужно потратить И мы получим Всякие штуки Так А у меня что-то есть А у меня пит на Подожди 190 Так Уровень вот это Мы не можем взять Это что такое Тень разрушения Короче Копить на нее Да Вот смотри Я отвечаю Точно На нее нужно Это же мой Это для Ганте Это он будет Очень мощный А потом Все остальное Можно тратить Да Правильно я думаю Короче Я сейчас не буду Это все разбирать Ты мне вообще Напиши Пожалуйста Что вообще Тут нужно смотреть Что вообще Выбирать На что Ориентироваться Видишь тут Количество Три из трех Нужно ли их Все брать Чтобы были Они доступны Поэтому Жду Прям твоих Напутствий Напутствий Что с этим Конкретно делать Это будет Очень На самом деле Полезно Так И у нас Остается А куда Задание А и вон там Орлан Значит на этом Мы завершим Как раз тут Все подошло Уже К логическому Концу Подразнили Чуть Экспрессом Я думаю Что-то купим Вот ты мне что Напишешь Потом мы что-то Возьмем С этого магазина Если оно нам пригодится Пойдем к Орлану И после вот этого всего Все-таки Попадем на экспресс Потому что я чувствую Что он уже Вот-вот Очень Нам Близко Надеюсь тебе понравилось Это видео Подписывайся на канал Оставляй лайк и комментарий Делись этим роликом С друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить Новые видео Скоро увидимся Всего До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok